Конституция нам действительно нужна новая, я об этом уже не раз говорил, и боюсь, что еще не раз придется об этом говорить. Но что касается конкретно Центрального Банка, знаете, я понимаю причины действия Набиулиной, это не значит, что я со всеми ее действиями согласен, но я понимаю, почему она действует именно так. Во-первых, опыт лихих 90-х уже показал нам, насколько препятствует нормальному развитию экономики безудержное печатание денег. Во-вторых, я сам еще в 93-м году показал, что это безудержное печатание ничего не дает в конечном счете. Как ни странно, чем больше денег печатают, тем острее их не хватает. Если денежная масса начинает расти быстрее, чем товарная в физическом исчислении, то товарная масса в ценовом исчислении начинает расти быстрее, чем денежная. Инфляция порождает дефляцию. Как это ни странно звучит, причем это показано, как говорят в англосаксонской юриспруденции, за пределами всякого разумного сомнения. То есть там есть вполне четкие математические закономерности, проверенные на опыте. Поэтому Набиулина действительно очень боится большой эмиссии. Другое дело, что она впадает в противоположную крайность. Но надо понимать, что так называемая национализация валюты, то есть привязка ее не к запасам других валют, что, кстати, на самом деле вредно. У меня даже было в Думе выступление, где я показал, чем именно вредны привязка к запасам других валют. и биржевая оценка валюты. Но это не значит, что деньги можно печатать неограниченно. Просто деньги должны быть привязаны к массе собственных товаров и услуг. И выпускать их в обращение надо по мере роста вот этой самой массы товаров и услуг. Что же касается сверхвысоких кредитных ставок, то развитие в кредит – это очень полезно в краткосрочной перспективе. Но на длинных дистанциях приносит очень неприятные последствия. В идеале бизнес должен разбиваться за счет собственных доходов. И если нужен кредит, так лучше системы взаимного кредитования без посредничества банков. Такие системы, надо сказать, опробованы многократно и в разных странах. И, в общем, показывают результаты не худшие, чем банки. Собственно, банки выросли как раз для того, чтобы кредитовать друг друга. Могли бизнесы друг с другом не связанные и не знакомые. Но именно поэтому банковское кредитование несет больше рисков, чем взаимное. И с моей точки зрения, наш бизнес в состоянии наладить систему самофинансирования без посредничества центрального банка и почти без посредничества обычных коммерческих банков. Другое дело, что эту задачу надо сперва осознать и поставить. А боюсь, что дискуссии вокруг желательной ставки кредитов центрального банка отвлекают значительную часть наших экономистов от изучения этой проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok